В Уральске завершен отопительный сезон. В этом году он прошел относительно благополучно, без срывов и перебоев. Акимобласти Галий Скалиев побывал на ТЭЦ и поблагодарил сотрудников за стабильную работу. Подробнее в сюжете Алмагуджи Писовой. Более 1200 многоэтажек города получали тепло в течение пяти месяцев от ЖАЭК теплоэнерго. Были неполадки, но все решалось в сроке и на качестве услуг это не отразилось, говорит руководитель акционерного общества Куат Мусин. Более того, на предприятии используются новые технологии. А в конце прошлого года на территории начали строительство новой градирни. Необходимо для нашего теплоэлектроцентрального, чтобы та вода, которая поднимается с Урала, ее можно было использовать повторно. То есть вот эта вода, которая для охлаждения турбины идет, мы ее опять скидываем в Урал. А данная градильня нам даст вот эту воду повторно использовать ее. То есть вот эта градильня, она дает эффект охлаждения воды. Новая градильня позволит экономить до 4 миллионов кубометров воды. Стоимость проекта 2 миллиарда 288 миллионов тенге. В августе ждем. По старым ценам, да? По старым ценам законтрактовали, все успели мы сделать. Вот, теперь в августе будет поставка. Хотим к утопительному сезону уже все закончить. Друбопроводную продукцию тоже закупили всю. Сейчас идет поставка, на базе варится блочно все и будет поставляться. В августе, если придет, сколько месяцев нам надо? Да. Ну, по плану где-то месяц. Это нам белорусы дают, шеф-понтажом месяц полную сборку. А кто-то ездил на завод, смотрел, изготавливает все? Они отчет присылают пока. Сейчас ждем пока. Ситуация устаканится и поедем смотреть уже. Там полностью европейское, да, у нас? Да, там все европейское будет. С Россией не связано ничего? С Россией ничего не связано. Новый механизм планируют запустить к началу следующего отопительного сезона. Встретившись с рабочими предприятия-услугодателя, глава региона поблагодарил их за отличную и слаженную работу. Данный трудовой коллектив обеспечивает область порядка 25% электроэнергии, круглосуточно и круглогодично обслуживает более 200 километров теплосетей. Хочу поблагодарить вас за то, что сегодня закрываем отопительный сезон. Как ваш генеральный директор говорит, без больших аварий. Ну, мелкие аварии есть, а не такие традиционные. На магистральных сетях, самое главное, аварий не было, как вот 2-3 года назад. Для нас, конечно, то, что тепло в доме, это привычно вроде, а для вас это большой ежедневный, круглосуточный труд. Хочу поблагодарить вас за этот труд. За последние 2 года вы от субсидий государства отошли. Это вот благодаря тому, что, вот, аккуратно, риск, говорит, потери снизились, да, коммерческие, почти в 4 раза за последние 3 года. Кроме того, данное акционерное общество Акимобласти назвало образцовым в плане финансовой самостоятельности. Это стало возможным благодаря продуманному менеджменту и внедрению технических новшеств. Такой образцовый монополист. Мы сейчас и по другим монополистам такую работу проводим, чтобы не зависело от субсидирования со стороны государства. Это неправильно. Компания должна сама зарабатывать, сама свои расходы покрывать, увеличивать заработную плату сотрудникам. Поэтому спасибо за безаварийный сезон. До следующего отопительного сезона. Желаю вам крепкого здоровья. До свидания. Также глава области ответил на вопросы рабочих. Какова судьба нашего предприятия? Мы слышали о том, что, ну, хотели вроде как передать нас частнику. Понятно, что это волнует всех абсолютно. Потому что если частник, то сложности. Какие сложности? Сложности, в первую очередь, как правило, сокращения. Правительством было такое решение принято, что, включая такие предприятия, как ваше, надо приватизировать. В целом, это подход правильный, который я сам поддерживаю. Все-таки частник, частный владелец более эффективный. О продаже предприятия, я думаю, речь не стоит. Возможно, будет стоять речь об управлении. То есть остается в собственности государства, но управлять частной компанией может прийти. В любом случае, какое бы решение ни было принято на уровне правительства за персонал и, в первую очередь, за квалифицированный, технический персонал, как бы переживать не стоит. Это будет одним из условий того, что сокращать нельзя, наоборот, надо повышать зарплату. Я пока говорю про технический, кадровый такой персонал, который нужен для того, чтобы предприятие работало. Поэтому не переживайте, персонал мы в обиду не дадим. В данный момент на ТЭЦ уже приступили к подготовительным работам для успешного проведения следующего отопительного сезона. Алмагуль Джампиесова, Рустим Ищанов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.